Светлана Тикановская 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 Куала-Умпура, по-моему, где он там И что с ним за это сделали? Трампом ручку, пожалуй Чтобы было что-то Вот, пожалуйста, это очень Такая близкая аналогия убийства Попытки убить Алексея Навального, еще она даже гораздо более наглая На территории другого государства Значит, спецслужбы Северной Кореи Устроили, значит, безобразие Убили человека Понятно, кому выгодно И что им за это было? Да ничего Наш этот милый карапуста, кстати Толстенький, продолжает сидеть в Пхеньяне Никто ему не мешает, но что нет У мирового сообщества ровным счетом Никаких возможностей Кого-нибудь наказать Если этот кто-то лидер государства Которое реально существует Поэтому Путин просто Меньше ездит по миру Потому что он никуда не зовут А если зовут, то он обладает Вот этими особые полномочиями Которые обладают главу всех государств на земле То есть на земле сколько там Сто с лишним государств? Сто шестьдесят, по-моему, сколько И вот глава и еще несколько должностных лиц Каждого государства Обладает их территориальность Понимаете? То есть им визы не нужны Его нельзя задержать Ну что он глава государства Вот такая история Поэтому рассчитывать, что даже если какого-то там Глава государства обвинято в преступлениях против человечности Как это было с бывшим главой Судана Как его звали, там Амаром Бенбаширом или кем Это вовсе не мешало этому гражданину Так сказать, преспокойно заводействовать дальше И даже ездить по миру Пока его свои же не свергли Поэтому, конечно, я возвращаюсь к своей мысли Что свергнуть Лукашенко должны сами белорусы И если они этого не смогут сделать Можно посочувствовать Этому прекрасному народу, прекрасной стране Потому что Куда погружается Беларусь Мы все видим и нам всем очень грустно Вопрос, который прислал наш зритель Интер 2000 Он спрашивает вас Есть инсайт, что якобы Лукашенко уйдет в следующем году 100% Как думаете, есть ли в этом доля правды? Ну я про это, по-моему, говорил даже, может быть, и здесь На всех очень многое говорил Что я думаю, что, конечно, Лукашенко уйдет Я думаю, что он уйдет, потому что он нужен даже Путину А без поддержки Путина Беларусь долго не простоит, его режим Но Путин не тот человек, который вообще любит уступать давлению улиц Поэтому моя версия Которую, в общем, многие разделяют из тех, с кем я ее обсуждал Сводится к тому, что договоренность выглядит следующим образом Значит, Лукашенко должен усмирить вот эти протесты То есть протесты должны закончиться Ну, каким-нибудь образом, если сами по себе Или он их там силой должен установить Потом наступит как бы мир спокойствия и благообразия Ну вот на не какое-то время, хотя бы на несколько месяцев После чего Лукашенко скажет Ну, я устал, я ухожу Теперь, значит, Беларусь стабилизирована Ничего и не угрожает Суверенитет мы сберегли И вот, значит, вместо меня будет какой-нибудь там Не знаю кто Какой-то согласованный с Путиным человек Который выйдет из-за кулис Скажет, здравствуйте, я исполняющий обязанности Ну, вот эта путинская схема, как Путина привлек власти Да, какой-то преемник Значит, можно понять, что, допустим Какой значительный часть русского общества Уставший от репрессии и безысходности Скажет, допустим, пусть уже не Лукашенко, а кто угодно Тем более, что он будет говорить, возможно, какие-то правильные вещи Что Путин в начале карьеры, кстати, тоже очень правильные вещи говорил Мне этого человека радостно все поддержат Ну, не все Нарисует ему какую-нибудь победу на выборах С которой никто не будет спорить Потому что, слава богу, что не Лукашенко И он, значит, вот сядет и будет как-то руководить Беларуси В существование такого плана я, на самом деле, конечно, верю И думаю, что это основной план Но у этого плана есть, как мы понимаем, одна проблема Если Лукашенко не сможет остановить протестное движение То, в общем, план разваливается Потому что в условиях уличных протестов проводить такую рокировку Это довольно бессмысленное занятие И оно чревато обрушением всего режима В процессе вот этого обмена фигур Потому что любой режим всегда уязвим Когда меняется руководитель То есть не может новый руководитель Новый, так сказать, вождь белорусского народа Который выйдет из-за кулис Появится в момент нестабильности и продолжающихся протестов Соответственно, если Лукашенко не удастся восстановить протесты белорусов И они будут продолжать выходить Но это потребует какого-то нового плана А какой будет новый план, я даже пока не могу представить Редактор субтитров А.Семкин